МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первой лиге продолжается плотная борьба за выход в российскую премьер-лигу. Казанский Рубин на прошлой неделе отправился в Грозный, где сыграл с Владикавказской Аланией. А в Кубке Гагарина определились все финальные пары Восточной и Западной конференции. Кто из пары Акбар с Адмирал в итоге будет играть в финале Восточной конференции и в матче Рубин-Аланя? Далее расскажет наш обозреватель Амир Сабиров. Всем привет, с вами Амир Сабиров. Сегодня поговорим о завершении серии Акбар с Адмирал и о том, как Рубин выступает в первой лиге. Начнем с КХЛ. В третьем матче серии команды играли в хороший равный хоккей, но открыть счет в итоге не удавалось. Основное время завершилось без голевой ничьей, а игра перешла в овертайм, в котором Евгений Лисовец в передаче Рудольфа Червины добывает важную домашнюю победу для своей команды. Следующий матч был уже интереснее и насыщеннее на забитые шайбы. Первую шайбу забил игрок Акбарса Кирилл Семенов с передачи Кирилла Панюкова. Команды ушли на перерыв с минимальным счетом 0-1. Во втором отрезке игры в зеленом не удавалось поразить ворота соперника, а вот на 36-й минуте Либер Шулак с этой задачей справляется и сравнивает счет. Третий период закончился без голов. Нас ждал очередной овертайм, в котором капитан Акбарса Александр Радулов забивает победную шайбу для своей команды 1-2. Подопечный Белельдинова забирает важную победу из Владивостока. 24 марта команды встречались уже в Казани. Первый период ничем примечательным не запомнился, а вот во втором игра стала набирать обороты. На 36-й минуте Даниил Гутих выводит адмирал вперед. Спустя всего 2 минуты Николай Чебыкин с передачи Антона Берлева удваивает счет в матче. Акбарс не хотел упускать победу на домашней арене и активно атаковал ворота соперника, но реализовать свои моменты им не удавалось. На 50-й минуте удаление получает Либер Шулак, чем и воспользовались хозяева. На 52-й минуте Александр Радулов пробивает ворота Серебрякова, но эта шайба стала единственной для Акбарса в этом матче. 1-2. Адмирал побеждает на чужой площадке и серия возвращается во Владивосток. Третья минута матча Илья Сафонов поразил ворота Адмирала и вывел гостей вперед. На 8-й минуте Никита Дыняк увеличил преимущество Акбарса, а на 23-й тот же Дыняк делает счет 3-0. Через 3 минуты Николай Чебыкин один гол отыграл, но на большее Адмирал не хватило. 1-3 в матче и 4-2 в серии. Акбарс выходит в финал Восточной конференции, где их уже ждет Омский Авангард. Теперь поговорим о футболе. 25-го марта Рубин провел очередную игру на выезде против Алании. Матч был важен для обеих команд. В первом тайме соперники приглядывались друг к другу. Было несколько хороших моментов со стороны Рубина, но ни к чему они не привели. Второй тайм был чуть живее, однако голов мы по-прежнему не увидели. 0-0 очередная безголевая ничья для казанцев. Рубин забуксовал прямо в кульминации сезона. А на этом все. Впереди у нас финал Восточной конференции и продолжение борьбы Рубина за путевку в Первую лигу. До встречи через неделю. К другим темам. 26-го марта в парке Урам состоялись финалы и торжественная церемония открытия первого этапа Кубка России по BMX Freestyle. На данном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Все подробности далее в сюжете. Это зрелищно и сложно. Адреналин, скорость и драйв 70 спортсменов с 12 регионов страны весь день 26 марта заряжали болельщиков в экстрим-парке Урам, который стал местом открытия первого этапа Кубка России по BMX Freestyle в дисциплине парк. В этот же день проводились все российские соревнования в рамках той же дисциплины. Экстрим-парк Урам – уникальное сооружение в целом для России и для мира. То есть это объект, который вобрал в себя все потребности молодого поколения. Пользуясь лучшим, хотелось бы сказать слова благодарности в адрес Рейса Республики. Жустава Нургавиша Мениханова за такое чуткое отношение к потребности молодежи, потребности в инфраструктуре и такое отношение к спорту. Результаты татарских спортсменов, это, собственно говоря, и есть результаты такого отношения от Республики к этим спортсменам. Мастерски выполнить уличный трюк на велосипеде без тормозов – это не проблема для спортсменов, которых называют райдерами. Они раскатывают по поверхности скейт-парка, состоящего из специальных конструкций с трамплинами, тумбами, халпайпами и квотерпайпами, чашами и различными радиусными спотами. В финале и на официальной тренировке давалось по две попытки и по одной минуте на каждую, чтобы показать максимальное количество техничных и стильных трюков, чистоту исполнения, сложность и оригинальность элементов, за что судьи присуждали баллы. Одними из самых частых трюков называют 360 – сальто, прыжки с вращением X-Up, то есть разворот руля на 180 градусов в воздухе, не отрывая рук. Бенни-хоп-баршип с вращением руля в воздухе на 360 градусов, ван-хэнд, в нем райдер должен убрать одну руку с руля, вытянуть ее в сторону, затем вернуть на руль. И так ноу-хэнда. В прыжке нужно наклониться к рулю, зажать его между телом и ногами, а руки отпустить. Самым используем, ну это бани-хоп-хоп, это вот прям базовый трюк такой. То есть хоп – это просто подпрыгнуть двумя колесами одновременно от пола. Бани-хоп – это когда сначала переднее поднимается колесом, потом заднее, и ты вот так вот подпрыгиваешь и поднимаешься. Всего было представлено 7 возрастных категорий. Первое место среди женщин 19 лет и старше забирает Анастасия Теребова из Санкт-Петербурга, набирая рекордные 38,80 баллов за выступление. Среди мужчин в своей категории татарстанец Ирай Кризаев на высокой скорости реализует несколько трудных элементов, набирает 93,40 баллов и занимает первое место в таблице и на пьедестале. Среди девушек 15-16 лет победу одержала Ралина Сафина из республики Татарстан. ММК – это большая дружная семья, прежде всего, и, наверное, преодоление себя, и доказательство того, что девочки тоже могут. Страсть зрителей на трибунах и накал эмоций не только у спортсменов. Сил не жалел никто. Трамвоопасный спорт, где райдеры показали свое хладнокровие и большое желание совершенствовать свои навыки. При этом делали они это с кайфом, поэтому и добились высоких результатов. В итоге всех победителей определили в олимпийской дисциплине парк. Но расслабляться не стоит, ведь впереди еще шесть этапов соревнований. Софья Ворнова, «Неделя спорта». Переходим к студенческим темам. И на этот раз мы начинаем с гандбола. Студенческая гандбольная лига продолжается. Сборная Казанского федерального университета идет по турниру. И в предыдущий свой матч сыграли против Казанского инновационного университета. Далее подробнее о ходе матча расскажет Екатерина Торпова. Собраться в середине игры и выдать максимум. Именно так действовала команда КФУ на матче студенческой гандбольной лиги. 21 марта в центре грибных видов спорта федералы встретились с командой Казанского инновационного университета. Счет был открыт на второй минуте Данилом Хабировым из КФУ. Но уже после первого мяча защита команды просела. КИУ успешно пользовались ошибками соперников и забивали несколько голов подряд одной и той же схемой атаки. КФУ берут паузу. После наставления тренера команда усилила оборону и успешно отражала атаки инновационного университета. На последних секундах КИУ забивают финальный гол первой половины игры и счет становится 15-9 в пользу инновационного университета. Во втором тайме федералы совершают все больше контратак и пытаются уменьшить отрыв. Каждая атака завершается голом. КИУ сдают позиции в обороне и берут тайм-аут. Счет 17-12. Оборона федералов становится еще сильнее. Инновационный университет зарабатывает очки только за счет ошибок соперников, неожиданно забивая голы в пустые ворота и забивая мячи с прыжка через защиту КФУ. На последних минутах у федералов был шанс сравнять счет, но матч заканчивается с небольшим отрывом 26-23 в пользу КИУ. Ожидания не оправдались, мы хотели победить, выигрывать всегда хочется, но команда была хорошая, была интересная игра, есть над чем работать, будем ошибки свои исправлять, улучшаться и в следующем сезоне покажем лучшую игру. Екатерина Торопова, неделя спорта. Мы продолжаем тему гандбола и теперь отправляемся в Казанский федеральный университет, именно там на прошлой неделе завершился внутривузовский этап чемпионата АССК России по данному виду спорта. Финальные матчи наш телеканал показывал в прямом эфире, но если по каким-то причинам вы его, к сожалению, пропустили, то прямо сейчас смотрите обзор от Ильи Королева. 22 марта в рамках внутривузовского этапа АССК прошли финальные матчи по гандболу. Соревнования проходили в КСК Уникс, все четыре команды боролись за призовые места. Матчем-открытием стала встреча Мехмата и казанских юлбарсов. На четвертой минуте точным броском счет открыл Усманов, а на шестой Автушка закрепил преимущество. 2-0, Мехмат впереди. Игра юлбарсов явно не задалась, игроки часто ошибались и теряли мяч на своей половине поля. Мехмат пользовались растерянностью оппонентов и увеличивали отрыв. Бросок Панягина и федералы стоят уже на три мяча. Под конец десяти минутки вратарь команды юлбарса взял игру в свои руки. Проход и бросок. Счет 3-1. Команды уходят на отдых. С начала второго тайма команды выходят на поле, свисток и Мехмат сразу же увеличивает счет. Тренировки и слаженная командная игра помогают проводить встречу с полным доминированием на поле. Единственное, что помогало федералам – игра вратаря. Он часто спасал ворота команды от мячей, но даже это не останавливало Мехмат в атаке. На 11, 15, 16 и 17 минутах юлбарсы пропустили еще. За две минуты до конца матча игрок федералов-купцов отмотился своим голом, но, увы, на судьбу матча это никак не повлияло. Двадцатая минута и Мехмат ставит точку. Бросок Панягина и счет 9-2. Юлбарс не попадает в тройку призеров. За титул чемпиона встретились Блюлок и Старс. На поле было максимальное напряжение, ведь команды боролись за золото. Начало матча и первые сразу открывают счет. Масагутов забивает сразу два мяча подряд. Но Старс не растерялись и ответили – счет 3-2 не в пользу Блюлок. На кону стоит чемпионский титул. Встреча буквально напоминала перестрелку. Сначала забивают одни, но вторые следом отвечают. К шестой минуте счет 4-4, но Хасанов и Суфьянов и Старс забивают и зарабатывают преимущество для своей команды. Напряжение в матче нарастало, игроки стали чаще нарушать правила. Обе сборных пользовались этим и реализовывали свои штрафные образки. Несколько результативных атак и к концу тайма счет 9-14 в пользу Старс. После перерыва команды вышли максимально заряженными. 10 минут отделяли одну из сборных от золота. Блюлок сильно отставали, поэтому они должны приложить максимальное количество усилий, чтобы забрать золото. В начале тайма атака в ворота Старс, но вратарь спасает. Дальше Старса разыгрывают от ворот, проход, бросок и уже плюс 6 в их пользу. Старс играли первым номером, полностью задавали темп игре. Блюлок не успевали за соперником. На протяжении тайма Старс увеличивали счет и не давали оппонентам ни единого шанса на отыгрыш. Самым результативным игроком оказался Хабиров. Он оформил пента-трик в ворота Блюлок. Финальный свисток и счет 22-13 в пользу Старс. Все команды выкладывались на максимум, но по результатам игрового дня исход оказался таким. Мехмат заняли третье место, Блюлок забрали второе, а Старс ушли с золотом. Илья Королев, неделя спорта. Теперь поговорим о баскетболе. Женская и мужская сборные Казанского федерального университета на прошлой неделе в рамках студенческой баскетбольной лиги у себя дома принимали сборные Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Женская сборная по турниру идет достаточно ровно, чего, к сожалению, пока мы не можем сказать о мужской сборной. Получилось или нет изменить эту тенденцию и набрали ли команда очки себе в копилку, узнаем далее в сюжете. Продолжаются соревнования студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан. На этот раз 23 марта в зале Уникса прошли встречи сборных Казанского федерального университета и Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Первая четверть для девушек федерального сразу не задалась, сильно страдала защита. Команда университета спорта начала активные атаки уже с первых секунд. К концу первой четверти спортсменки КФУ все же смогли сократить отрыв и выйти на счет 15-18 в пользу соперников. Во второй четверти федералы собрались и показали яркую атаку. Поволжский государственный не растерялся и продолжил игру в том же темпе. На последней секунде второй четверти университет спорта зарабатывает финальные очки. Счет становится 36-30 в пользу ПГУ «КСИД». В третьем отрезке игры обе команды набирают очки с одинаковой скоростью, соперники поочередно атакуют друг друга, каждый мяч попадает в кольцо. Такая схема атаки работает более шести раз, затем КФУ берут тайм-аут и обсуждают новые тактики нападения, чтобы выбиться в лидеры. Однако университет спорта решает усилить атаку, благодаря чему отрыв становится только больше. Третья четверть заканчивается со счетом 53-36 в пользу спортивного университета. Заключительная четверть долгое время была без изменений в счете. Только на третьей минуте сборной КФУ удалось забросить мяч в корзину. Университет спорта сразу ответил двумя удачными бросками. Все оставшееся время федералы держат оборону, но тем не менее отстают на 20 очков от сборной Паволжского государственного университета. В принципе мы на самом деле ожидали намного хуже, отрыв был не такой уж большой. Мы очень слаженно сработали, я считаю, что мы молодцы, мы показали хороший результат. Впервые за долгое время женская команда КФУ терпит поражение в лиге. Итоговый счет 58-42 в пользу университета спорта. Далее на поле встретились мужские сборные. С начала первого тайма лидировали спортсмены университета спорта. Команда федералов не отстает и активно догоняет, сокращая отрыв до двух очков. Похоже, что после долгих неудач в прошлых матчах федералы настроены на решительную победу, но планы КФУ разрушило усиление обороны соперников. Первая четверть завершилась со счетом 25-13 в пользу университета спорта. Во втором отрезке игры федералы вновь активно пытаются заработать очки. Университет спорта вновь усилил атаку и вырвался в отрыв сразу на 20 очков. Федералы не теряют надежды и все еще пытаются вырвать победу. 46-24 в пользу университета спорта. К середине четверти университет спорта начинает забрасывать свои моменты, а затем сокомандники продолжали увеличивать отрыв. Итог третьей четверти 59-33 в пользу университета спорта. Финальная часть игры уже не повлияла на исход встречи. Отрыв университета спорта от федералов вырос до 35 очков. Итоговый счет 81-46. Тренер доволен, команда довольна. Безусловно, оправдались, потому что как минимум мы выиграли. Это главная задача. Университет спорта забирает победу, а сборная КФУ продолжает искать свою игру. Екатерина Торопова, Неделя спорта. От баскетбола переходим мы к мини-футболу. На прошлой неделе сборная Казанского федерального университета встречалась в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан по данному виду спорта против сборной КНИТУ в очередном туре этого чемпионата. Сборная КФУ пока что имеет в активе одну победу, не считая того, что было в матче КНИТУ-КФУ. А что там было, узнаешь прямо сейчас. Продолжается спорта киада вузов Республики Татарстан. Сыграть с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом 22 марта предстояло спортсменам Казанского федерального университета. В планах у хозяев было начать с активных забросов в штрафную соперника и уже на восьмой минуте Адель Фарахов забивает первый гол. Дальше федералы пробовали навязывать борьбу, но до конца тайма попытки не были реализованы. Игра носила спокойный характер. Команда часто выводила на ударную позицию Роберта Ганиева, но защита федералов блокировала все его попытки отличиться. Во втором тайме на первой минуте Данил Ястребов забивает второй мяч в копилку команды КФУ. 2-0. Сборная КФУ продолжила навязывать свою игру соперникам и за шесть минут довела до счета 4-0. Не хотелось бы пропускать третий, по-моему, гол, четвертый, когда там... Оказалось нам, что был фолл, нашего игрока выдавили, ну, судья не увидел, либо не почитал это за нарушение. Все-таки, ну, наверное, нам уже психологически было тяжело после третьего гола. Нам казалось, что нас душат. Ну, так бывает, это футбол. Первый мяч игроки Кнету смогли забить только на 30-й минуте. Отличился Марсель Загидурин. Марсель еще раз огорчит голкипера КФУ на 35-й минуте. Но до этого пятый мяч от федералов забивает Сеймур Османов. Мы тренируемся каждый день, играем каждую неделю. И для нас, как бы, ну, это обычный результат. То есть тот, который должен быть. Поэтому немножко приятно, конечно, но, как бы, не суперплазитивные эмоции, потому что, ну, это для нас должна быть данность. Мы лучший университет, самим масштабный университет Республики Тарстан. Поэтому победы для КФУ должны быть чем-то обычными. 5-2 после финального свистка. Сборная КФУ забирает тречка в свою копилку. Софья Воронова, неделя спорта. Теперь вновь поговорим о внутривузовских соревнованиях Казанского федерального университета. На прошлой неделе состоялся очередной этап спартакиады студентов и аспирантов КФУ. На этот раз сильнейших выявляли в армрестлинге. И кто какие награды забрал, куда они, в какой институт отправились, далее расскажет Екатерина Лангаева. Готовность. Марш. 23 марта в спортивном комплексе «Москва» прошла спартакиада по армрестлингу. Выяснить сильнейший институт здесь собрались студенты из 17 подразделений КФУ. Спортсмены боролись за призовые места в командном зачете. Турнир проходил на трех столах по системе выбывания после двух поражений. Мужчины соревновались в восьми весовых категориях, а девушки показывали свое мастерство в шести категориях. Каждый год мы проводим первенство университета по армрестлингу за счет спартакиады студентов и аспирантов нашего университета. Действующее правило, как и на всех чемпионатах России, Европы и мира, до двух поражений борьба. То есть, если один раз студент, спортсмен проиграл, он еще с одним поражением может дальше пройти до финала и занять первое место. Если два раза проиграл, то, естественно, он уже вылетает. Весовые категории у девушек шесть категорий, начиная с 50 и заканчивая свыше 70. И у парней у нас начинается с 55 килограмм и заканчивается свыше 90 килограмм. Деление каждые 5 килограмм. На площадке собрались участники с абсолютно разным уровнем подготовки. Мы увидели как тех, для кого это первые соревнования, так и профессиональных спортсменов. Когда-то этот вид спорта привлек меня тем, что он был такой уникальный, так скажем. Тогда еще мало кто занимался, и все говорили, что это не девочкин спорт. Я хотела доказать это обратное. В том году я выполнила кандидата в мастера спорта. Тренировки проходят не только перед соревнованиями. Это важно учесть, что за неделю до соревнований ничему ты не научишься, а важен именно круглогодичный, так скажем, подход. Постоянно, без перерывов заниматься тренировками. Мы занимаемся как общими физическими подготовками, как многие думают, что мы просто на руки что-то делаем. Но на самом деле мы полностью подготавливаемся. Это начиная от обычных приседаний, заканчивая жимом лежа и специализированными упражнениями. Участники показали нам зрелищный, динамичный спорт. Одни поединки были быстрее секунда, и рука соперника уже на подушке. Другие долгие, эмоциональные и крайне захватывающие. По результатам соревнований лучшим в командном зачете оказался набережно-челнинский институт, набрав в сумме 227 баллов. Больше всего баллов для своей команды принесли девушки до 70 кг, занявшие в своей категории первое место, юноши до 55 кг, занявшие второе место, девушки до 60 кг и юноши до 85 кг, занявшие третье место. Серебровый институт о геологии и нефтегазовых технологий с 199,5 баллами. Особенно отличились юноши до 60 кг и 90 кг, занявшие в своей весовой категории первое место, юноши до 80 кг и девушки до 55 кг на третьем месте. А институт психологии и образования на третьем месте, он смог заработать 197 баллов. Больше всего очков принесли девушки до 50 и 60 кг, заняв первое место, юноши до 65 кг на втором месте среди своей категории и юноши до 85 кг, занявшие также второе место. Екатерина Лангаева, Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин